МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россия отправила на Донбасс эшелон с женщинами-заключенными, чтобы направить их воевать на фронт. Об этом заявляют в украинском генштабе и подтверждает правозащитница Ольга Романова. Она говорит, женщин забрали из колонии на юге России. Тем временем китайский лидер Си Цзиньпин планирует по видеосвязи поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Зеленский и Си поговорят, вероятно, после того, как Си Цзиньпин съездит в Москву, чтобы встретиться с Путиным. Что изменит эти разговоры, обсудим в эфире. А еще поговорим о том, как присуждение премии «Оскар» документальному фильму про Алексея Навального раскритиковали в Украине. В нашем эфире в течение ближайшего часа. Ольга Романова, бывший белорусский дипломат Павел Латушка, кинокритик Антон Дулин и экономист Сергей Фурса. Это программа «Утро» на канале «Настоящее время». Сегодня вторник, 14 марта. И с главными новостями к этому утру вас познакомлю я. Меня зовут Алексей Александров. Здравствуйте. Если вы смотрите нас в фейсбуке или на ютуб-канале «Настоящее время», обязательно подпишитесь и поставьте лайк этой трансляции, так как каждый ваш лайк продвигает нашу программу. Итак, Россия отправила на Донбасс эшелон с женщинами-заключенными, чтобы направить их воевать на фронт. Об этом заявляют в украинском генштабе. Там утверждают, что российское военное командование пытается таким образом восполнить потери на фронте. Отправившись в Донецкую область, поезд с заключенными заметили на прошлой неделе. В одном из подскартных вагонов находились только женщины. И об этом, кроме украинского генштаба, российскому изданию «Важная история» рассказала глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. По ее словам, женщин забирали из колонии на юге страны, из Краснодарского края. И эти меры военное командование России предпринимало еще в конце прошлого года. По словам Романовой, речь идет о сотне осужденных. Первые сообщения об отправке России на фронт женщин-заключенных появились еще в начале февраля. Тогда украинский генштаб заявлял о полусотне женщин из исправительной колонии города Снежное на оккупированной территории Донецкой области. Затем женщин, как уточнили в генштабе ВСУ, отправили на территорию России для подготовки. И возможное привлечение женщин на фронт ранее не исключал в том числе основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин. Российские военные, отправленные воевать в Украину, снова массово стали отказываться это делать. Сразу несколько обращений мобилизованных и их родственников России появились за последние дни в социальных сетях. Люди на видео жалуются, что мужчин забирали в армию в соответствии с их воинскими специальностями, но в итоге отправляют на фронт как штурмовую пехоту. Эту тему продолжит Дмитрий Кожурин. Утром 13 марта родственник мобилизованного из Волгограда поделился кадрами, на которых российские военнослужащие жалуются на то, что их с первых же дней службы отправили на передовую. Сначала на Херсонское направление, а в конце декабря на Донецкое. Теперь мобилизованных регулярно отправляют на штурмы. Мы хотим, чтобы нас перестали посылать бесплатные штурмы как расходный материал. Мы обычные люди, гражданки. Мы не профессиональная армия, какая-то штурмовая бригада или кто-то еще такие. Нас призвали для защиты Родины. Нам говорили о защите, о том, что мы будем оказывать поддержку, как говорится в классике сейчас, блокпосты охранять и все остальное. А нас используют как расходный материал. Обычный расходный материал. Мобилизованные Свердловской области и Пермского края жалуются Путину и Шойгу на командование так называемой 1-й славянской бригады ДНР, которая без подготовки отправляет их на штурмы, в том числе под Авдеевку. Без разведки, без связи с другими подразделениями. В результате 4,02, 18,03. Один из раненых, находясь в госпитале в Ростове, без оказания должной и своевременной помощи, стал 200. Как нам известно, мы не единственный мобилизованный, обращающийся с такой просьбой. Просим разобраться в данной ситуации не на бумагах, а на месте, чтобы больше таких случаев не было. Однако случаев таких становится только больше. Три месяца подготовки по специальности артиллерия прошли мобилизованные из Подмосковья. В начале марта им объявили, что теперь они штурмовая пехота. Мобилизованных наших достают как мясо штурмовать укрепрайоны. По 5 человек против хорошо вооруженности и 100 человек противника. Просим отозвать ребят с линии соприкосновения и обеспечить их артиллерийскими орудиями и боеприпасами. В распоряжении настоящего времени оказалась запись свежего разговора двух российских военных. Из которого становится известно о негласном указе отправлять штурмовые отряды всех, кто отказывается служить. Эту запись нам передал источник в одной из украинских спецслужб, которому мы доверяем. Ну и, короче, это неофициально указание, даже не между строк. Короче, всех вот этих нехотящих, залупающихся, переводить на равные воинские должности в эти штурмовые отряды на одноразовых. А если вдруг они останутся живые, то после побед уже будут дальнейшие по ним принимать какие-то решения. Судя по последним роликам, российские мобилизованные массово оказываются в подчинении командиров так называемых ЛДНР, воюют на передовой оружием времен Второй мировой и несут крупные потери. Дмитрий Кожурин. Настоящее время. А вот об отправке на фронт женщин мы сейчас поговорим с Ольгой Романовой, правозащитницей, главой фонда «Руссидящей». Ольга, спасибо вам огромное, что сегодня очень оперативно согласились выйти к нам в эфир. Расскажите подробности об отправленных на Донбасс женщинах. Мы подробностей на самом деле не знаем, но исходя из того, что знаем, собственно, все подробности вырисовываются. Дело в том, что речь идет, по крайней мере, о двух или трех группах женщин. Просто я подозреваю, что вторая и третья – это одно и то же. То есть разные источники информации, видимо, тем не менее, об одной и той же группе идет речь. Да, действительно, сначала забирали женщин, это была первая отправка, 50 человек из колонии в Снежно, это на оккупированных территориях. И вторая партия – это женщины работали в знаменитой, печально знаменитой Кущевке, на сельхозработах. Это были осужденные женщины. И их, собственно, около сотни, их забрали всех. И дальше они пропали. То есть речь стала о том, что их забирают на так называемую специальную военную операцию, на войну. Об этом знали в Кущевке. И их куда-то увезли. И, судя по всему, то, о чем вчера объявил Коэнский генштаб, что этих женщин видели на этапе в эшелоне, идущем на фронт, видимо, это на самом деле они и есть. Это не весь эшелон, это Столыпинские вагоны, где обычно переводят заключенных. И, судя по всему, это они. Хотя, возможно, это другая партия женщин, но не похоже, что бывают такие совпадения. Их, видимо, месяц или чуть больше где-то и к чему-то готовили. Видимо, в том же месте в России, где готовили женщин-осужденных из Снежного. Я не думаю, что их готовили к чему-то особенному. Потому что, судя и по составу осужденных женщин в Снежном, мы знаем этот состав, в общем, например, такой же, как и в России. Ну и, собственно, женщины с Юга России забрали их, в общем, подряд. Их не выбирали. Там самых молодых или самых спортивных, или самых зорких, или самых смелых. Это просто осужденные женщины. К чему их готовили, видимо, либо как-то, не знаю, забирать трупы, хотя зачем для этого нужна мечтная подготовка, либо все-таки, вот, я думаю, что к одноразовому использованию, как сказано в вашем репортаже, к одноразовому использованию в штурмовые бригады. То есть вот самое первое, что приходит в голову. Но о желании женщин-осужденных идти на фронт воевать мы знаем, в общем, практически с самого начала вербовки заключенных. Мы знаем, по крайней мере, о двух женщинах, причем женщинах в возрасте. Это бывшие силовики за какие-то свои преступления сидящих в московских СИЗО, в московском СИЗО номер 6, например. Одна дама, бывшая следовательница, вторая, вообще бывшая судья. О них рассказала нам Анна Каретникова, бывший сотрудник управления Федеральной службы исполнения наказания по Москве, которая сейчас живет во Франции, вынуждена была уехать из-за угрозы ареста, из-за ее правосчитой деятельности. И мы получаем письма, все время получаем письма от осужденных женщин со странной просьбой помочь им отправиться на войну. Ольга, вот если говорить про эту колонию в Станице Кушевское, собственно, известно ли, вербовали ли этих женщин, или их принудительно отправили на Донбасс сейчас? Нет, нет, в Станице Кушевское там нет зоны. Это были женщины, из одной из близлежащих зон, они просто возили на работу туда, на хозяйственную работу. И они работали, собственно, в теплицах, на полях, там, в свинарниках. Это обычная история, когда и женщин, и, собственно, и мужчин возят на предприятия. Вполне возможно, они были из правительного центра, из Уфиц рядом, они там есть. Но вот это была просто, просто их, вот, всю партию, которая работала, их просто сняли и увезли. А мы можем, не знаю, представить, что их... Украинский генштаб утверждает, что женщины везут на фронт, чтобы восполнить потери. А можно ли себе представить, что есть какие-то, я не знаю, как это называется на военном языке, инвертарные нужны, санитарные, не знаю, нужно готовить полевые кухни. Можем ли мы предположить что-то такое? Ну, я сомневаюсь, что осужденные женщины после месячной подготовки могут быть реально полезны как медики или как поварихи. Хотя все возможно. Понимаете, как медики я не думаю, что кто-то вообще из военного российского руководства озаботился бы этим, поскольку заключенных, в общем, бросают. Бросают и тела убитых, бросают и трехсотых. Поэтому представьте себе, что женщина отправится на поле боя, сразу после атаки, по-пластунски, по прострелимой территории, забирать трехсотого, которого что? Ну, слушайте, в Вагнере их добивают. Если, понимаете, там есть только руки без рук, без ног, потом раненые, а вот так, чтобы там с ранениями другими, их просто вообще нет. Еще, в общем, можно сделать вывод, что они как-то не выживают. И посреди украинских солдат, которые работают на передовой, я много с ними разговариваю, в общем, так оно и есть. Ольга, спасибо вам огромное. Спасибо вам за эти подробности. Ольга Романова, глава фонда Русь Сидящая, рассказывает как минимум о сотне женщин, отправленных на Донбасс. Ну, зачем их туда отправили? Видимо, мы еще, Ольга, вместе с вами тоже будем в этом разбираться и обсуждать. Спасибо огромное вам. Спасибо. Ну и кроме женщин заключенных... Кроме женщин заключенных, я прошу прощения за технические неполадки, к войне в России начали готовить и детей. Речь идет о том, что в Санкт-Петербурге в центре Вагнера развивают молодежное движение, которое назвали Вагнеренок. Но, правда, после журналистского расследования издания «Бумага» кураторы от такого прямого нейминга отказались. Подробнее об этом расскажет Евгения Котляр. Актив молодежного клуба Вагнеренок это группа во Вконтакте на 640 подписчиков и 16 фотографий с мероприятий. Как говорится в описании сообщества, их задача проявить молодому поколению любовь к отчизне. Несмотря на небольшой охват, в офис центра ЧВК приезжали депутаты Госдумы Сергей Миронов, Мария Бутина и, например, прокремлевский блогер Юрий Подоляка. Но под названием Вагнеренок молодежный клуб просуществовал лишь две недели. После выхода материала петербургского издания «Бумага» о том, кто и как учит любить родину в Вагнеренке, в названии остался только молодежный клуб. Они собираются работать с молодежью с точки зрения военно-патриотического воспитания. Я попала на встречу с ФСБшником. Она была такой закрытой. И, в принципе, почему не удалось практически ничего, никакого видео записать? Потому что этот ФСБшник запретил ввести какую-либо запись. Он рассказывал про то, как он, в принципе, тоже работает с детьми. Я так понимаю, что все встречи, они нацелены на то, чтобы как-то еще в том числе просветить вот этих вот людей, которые это все по сути начали курировать, о том, как работать с молодежью. Речь идет о спецназовце Викторе Шмарковском, заведующем фонда ветеранов спецназа при организации, которая считает себя преемственницей одного из подразделений КГБ СССР. Большой частью сообщества стали люди, которые раньше были активом питерского молодежного клуба партии ЛДПР. Куратор клуба Александр Тронин. Он закончил школу в 2022 году, занимался молодежной политикой под крылом ЛДПР, но в январе 23-го по информации бумаги Тронина исключили из партии. Журналистка Елизавета Добровинская, которая побывала на одной из встреч Вагнеренко в центре ЧВК Вагнера в Петербурге, рассказывает, что она увидела внутри огромного офисного центра. Оно совершенно пустое. То есть там практически никого нет. И как я поговорила с сотрудником, он сказал, что в целом, несмотря на то, что очень много проектов есть на бумаге, некоторые из них напрямую аффилированы с прибожиным, это очевидно. Несмотря на это, центр пустой, и никто практически не пользуется всем этим оборудованием. Как оказалось, кроме собственного молодежного крыла, центр Вагнер намерен вырастить и личных военкоров. Среди услуг, которые предлагают в ЧВК, есть подготовка военных корреспондентов, которых, судя по рассказу одного из учеников, должны учить работе на передовой. Вот и закончилось мое обучение на военкурах частной военной компании Вагнер. Уже в экипировке мы попадаем на место проведения первого занятия. Тактика работы с оружием и техника безопасности. Ученик в кадре Иван Алифанов из Новороссийска. Еще год назад мужчина занимался экспертизой автомобилей и завел тематический YouTube-канал про авто. Но в октябре 2022-го контент резко изменился на милитаристский. Ролик об обучении на военкора от Ивана идет 26 минут. За это время он ни разу не говорит о стандартах работы журналиста и проверке фактов, но рассказывает, как их учили тактики ведения боя. Следующее занятие по тактике ведения боя по стрельбе из автоматического оружия из разных положений с пояснением, почему именно так. Боевиков ЧВК Вагнера продолжают с почестями хоронить в российских регионах. Так в Воронежской области глава администрации написал во Вконтакте следующее. В деле борьбы с фашизмом Алексей не пожалел собственной жизни, принеся в себя жертву ради мирного будущего нашей Родины. На официальном сайте Вести Воронеж пишут, что погибший Алексей Орлов был осужден за кражу и незаконное приобретение хранения и перевозку наркотиков. А в следующем предложении говорится, что он, цитата, был примером мужества, геройства и самоотверженности. Впрочем, некоторые из тех, кто выжил и вернулся в Россию, теперь приглашают в учебные заведения вести тематические уроки с прямыми призывами задуматься о будущем в рядах ЧВК. Я вышли за обмотал услуги, сшил искупительскую вину, общая нашу с вами Родину. Меня приняли и я довелся в частной военной основной задачей, основная надежда у вас. У вас, как бы сказал, ландыр крепит толковый, перспективный. У меня детки крутые, хорошие, добрые. У нас хорошо. У нас лучше перспективы, у нас лучше достичение, поэтому мы ждем вас. Я с собой принес планкеты, да, как на досуге позаполняют и классному руководителю у меня отдастся. Ну, готовность. Очень готовность. Забросы сейчас еще можно займитесь в весу. На фоне популяризации ЧВК Вагнера и героизации отдельных боевиков растет предложение сопутствующих товаров в соцсетях. Главный символ группировки кувалда. Объявления о продаже появляются в группах типа барахолка ближайшего Подмосковья, Химки, Долгопрудный, Красногорск. Цена 23 тысячи рублей, это около 300 долларов. Надписи в рунах. Наказание не избежать. Доставка за счет покупателя. На самом популярном маркетплейсе России платформе Wildberries мерч ЧВК Вагнера можно найти гораздо дешевле. Флаг с символикой ЧВК можно купить за 719 рублей до около 10 долларов. Вместе с этим предлагают флаги за правду и с изображением Калаврата. Продолжая разговор про ЧВК Вагнера, глава ЧВК Евгений Пригожин вероятно потерял возможность вербовать заключенных из-за конфликта с Миноборной России. Об этом пишут британская разведка и американские институт изучения войны. Бойцы ЧВК сражаются за Бахмут сейчас и военное руководство России и чиновники могут сделать из Пригожина отпущение за дорого обошедшееся наступление. Об этом пишут аналитики института изучения войны. Потеряв возможность вербовать новых наемников в российских тюрьмах, теперь Пригожин занимается этим в российских городах. ЧВК Вагнера создала пункты вербовки в спортивных центрах почти в 42 российских городах. Об этом сообщила сама прислужба Пригожина. Кроме того, вербовщики в масках проводили, соответствующие беседы в московских вузах, раздавая там анкеты под названием «Анкета молодого воина». Прямо сейчас, как я сказал, наемники ЧВК Вагнера продолжают бои за Бахмут и его окрестности. В одном из российских провоенных телеграм-каналов появилось видео, на котором наемники ЧВК Вагнера прогуливаются, как утверждается, в районе села Берховка, это на северо-западе от Бахмута. И в этом видео они утверждают, что конкретно у их группы задачи штурмовать Бахмута нет, их цель дойти до города Часов-Яр, это город в 15 километрах к западу от Бахмута. Западная сторона Бахмута, то есть впереди у нас в принципе такой более-менее всем знакомый населенный уже пункт начинается Часов-Яр, Часов-Яр, соответственно здесь в 3 километрах начинается железная дорога, соответственно вот мы идем по этому направлению. То есть мы обходим, то есть Бахмут мы совершенно обходим, мы его не заходили, соответственно мы вот сейчас идем, эти деревни проходим, занимаем железную дорогу, заходим в Часов-Яр совершенно и все, и то есть в оборонительное положение и вот этот коридор у нас остается. Президент Украины Владимир Зеленский комментируя бои на Донбассе заявил, что на Востоке сейчас цитата очень жесткая и очень болезненная и он поблагодарил украинских военных цитата за успешные действия в районе Бахмута, однако не объяснил о чем идет речь. Накануне украинские военные выложили в сеть очередную видеоэкскурсию по Бахмуту, где показали как город выглядит прямо сейчас. Продолжаем цикл передач Бахмут на весне авиабимба. Раз пролетело, склався полностью. Другой раз это в Дим, это вот недавно. Это не голливудские декорации, это наше життя, наше наше Украине. Еще один город на Донбассе, за который прямо сейчас ведутся бои, это город Углидар, и Углидар российские военные обстреляли зажигательными снарядами. Об этом сообщают ВСУ, которые обороняют город, и украинские военные также выкладывают в сеть видео. Вот вы видите зажигательные снаряды в Углидаре. За Углидар бои ведутся уже третий месяц, и ВСУ утверждают, что для эффективного наступления противнику не хватает ресурсов. Но, тем не менее, жители ближайших сел готовятся к возобновлению активных боев. Что говорят люди, которые находятся рядом с одной из самых горячих точек на Донбассе, смотрите в репортаже с фронта нашего корреспондента Бориса Сочалка. Люба смеется, даже несмотря на то, что ее дом единственный уцелевший на улице. Несмотря на разбитую улицу, она и в прошлом году огородничала. Оно, хочет ли? Пускай. Ага, то там у вас взагалил. Натройте святого еще запасы. Хватит, хватит. Хватит? Да, да, да. И уже этой весной планирует сеять. А что, я не посадю, как топливно, что я робит ему? Среди местных жителей есть такое негласное, неписанное правило. Если твой дом уничтожен или сильно поврежден, зеленый дом. Сейчас в Богоявленке осталось около сотни местных жителей. И что это? Тобак, что? И что с ним работать? Резать и курить. А это Александр, он почетный комбайнер. Даже медаль имеется. Ну, я кучма был. Видите, у меня фотографии есть. За руку меня я поздравлял. У Александра с недавних пор нету дома. Две мины уничтожили его жилье. Я вроде тут ну, что тут брать? Кого тут убивать? Бого тут? Шо тут? Шо тут, а? Эксперты Института изучения войны считают, что российские военные опять готовятся штурмовать соседний город и Богоявленка опять приготовилась. Выход. Вот такая она Богоявленка неожиданная. Выход. Именно поэтому каждый местный научился искать веру в завтрашний день по-своему. Кто-то находит утешение в чувстве юмора. Как ваш дом цел? Если не считать, что холодильник внутри немножко покутанный. Только холодильник или... Холодильник и стенки. Холодильника или дома? Дома. Вы так шутя, да? Ну как, ну если лежишь, а над тобой осколки летят. Кто-то в любви к ближнему своему. Вот так мы живем. А кто-то, как любовь, наоборот, в оптимизме, который иногда даже граничит с отрицанием. Да все нормально в нас, да все хорошо в нас. Дети звонят из Киева, что бросайте все, едьте, уже пора выезжать. Да не пора, еще пора будет, я выеду, скажу. вы едете, то вы таки вы едете, когда будет пора. Ну я, это я детей заспокою. Это я детей заспокою. Борис Вичалка, Сергей Дикун и Андрей Устинкин. Настоящее время Украина. Перед тем, как перейти к следующей теме, я вновь хочу попросить вас поставить лайк этой трансляции, чтобы ее увидели как можно больше людей. А еще, если у вас есть информация, которую вы хотите поделиться с нашей программой или история, которую вы хотите рассказать нашим журналистам, напишите нам письмо на электронный адрес morningsobacacarantime.tv Вы видите сейчас этот адрес на своих экранах. Китайский лидер Си Цзиньпин планирует по видеосвязи поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal. Как говорится в статье, вероятно, этот разговор произойдет после визита Си Цзиньпина в Москву, где он встретится с Владимиром Путином. В Москву Си может приехать на следующей неделе. Из статьи Wall Street Journal журналисты отмечают, что Китай хочет играть более активную роль в прекращении войны между Россией и Украиной. Пекин Пекин проявляет активную заинтересованность в прекращении конфликта. Эта война поставила Пекин в сложное положение, вынуждая господина Си балансировать между партнерством без границ с Россией, собственными близкими отношениями с Путиным и нежеланием усиливать и без того растущие недоверие и напряженность в отношениях США и их союзниками. Ранее китайский МИД опубликовал 12 пунктов своей позиции по войне в Украине, выполнение которых, по мнению Китая, приблизит окончание войны. В Кремле комментировать слухи о подготовке визита китайского лидера в Москву не стали, а представитель администрации США Джейк Салливан заявил, что пока украинская страна не получила подтверждение разговора Зеленского и Си, но в США надеются, что этот разговор все же состоится. Ну а менее чем две недели назад Си Цзиньфин встречался с Александром Лукашенко, их встреча проходила в Пекине. Сейчас же Лукашенко отправился в Иран. Официальный визит длился два дня. В телеграм-канале Пул Первого, связанном с пресс-службой Лукашенко, вчера появилось много видео, на которых Лукашенко заискивающе извиняются за двухлетнюю паузу в отношениях, но утверждает, что именно она дала понять, насколько страны нужны друг другу. Называет Тегеран колыбелью одной из самых продвинутых цивилизаций, цитируют иранские пословицы про дружбу, ну а санкции называют временем возможностей. По итогам переговоров Лукашенко с главой Ирана Эбрахимом Раиси подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества между странами до 2026 года. И, по словам Лукашенко, впервые согласовали все вопросы. Объем заключенных соглашений, договоров и меморандумов о намерениях белорусская страна оценила в 100 миллионов долларов. Едины во мнение с президентом Ирана, что санкции это время возможностей. Для нас очень важно не потерять это время. Большой недостаток в наших отношениях ранее был связан с тем, что мы правильно понимали ситуацию, о многом договаривались, но не все реализовывали. Поэтому в текущих условиях принципиально важно укрепить наши связи, имеющиеся, расширить контакты и реализовать все достигнутые договоренности без всяких проволочек и волокиты. Это третий визит Лукашенко в Иран. Он призвал Тегеран создавать совместные предприятия в Беларуси, торговать произведенными товарами по всему миру и пригласил президента Ирана с ответным визитом в Минск. Сейчас к нашему эфиру присоединяется белорусский политик Павел Латушка, глава Народного антикризисного управления и бывший белорусский дипломат. Павел, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Путин собирается встречаться с Си, как пишет Wall Street Journal. Лукашенко с ним уже встретился. Путин в июле летал в Иран, сейчас туда слетал Лукашенко. Почему собеседники у Путина и Лукашенко так совпадают? Ну, в настоящий момент мы наблюдаем фактически создание оси зла, которая будет определена на базовых точках. Это Москва, к сожалению, мой родной Минск, это Тегеран, это Пхеньян, ну и вопрос возникает присоединиться к этой оси зла Пекин или нет. Я думаю, что очень много будет зависеть, в том числе от результатов переговоров в Москве и в последующей возможной беседе с президентом Украины Зеленским. Опять же, мы понимаем, что у Лукашенко очень ограниченная субъектность. Эта субъектность может осуществляться только с диктаторскими режимами или странами и изгоями. Если мы посмотрим Иран, опять же, Зимбабве, здесь можем вспомнить, поэтому Лукашенко как бы и другого выхода нет. Вряд ли с ним встретится президентом Германии, не то, что вряд ли, невозможно, чтобы с ним встретился глава Италии. Павел, если немного отойти от белорусской тематики, если говорить встречу, которую вы тоже сейчас упоминаете, встреча, которая, вероятно, готовится, встреча китайского лидера с Владимиром Путиным, война России против Украины большая, война полномасштабная идет уже год. Как вы думаете, зачем сейчас Си едет в Москву? Что там они могут обсуждать? Китай, как обычно принято в китайской дипломатии, наверное, философии отношения к жизни, занял определенную паузу, в ожидании он наблюдал за развитием событий, я думаю, что еще, наверное, полгода, 8 месяцев тому назад мы ожидали, какой же шаг предпримет Китай в этой ситуации, сможет ли он предложить какие-то варианты по выходу из ситуации, из войны, или, по крайней мере, при остановке войны, но, опять же, Китай такое ощущение, как мы сейчас видим, исходя из публичных заявлений представителей Китая не совсем понимает обстановку, которая складывается в Украине сегодня, кто является агрессором в этой войне, какова настроенность украинского народа победить в этой войне, поэтому те предложения, которые, по крайней мере, позвучали публично после визита одного из ведущих политиков Китая в сфере внешней политики, они скорее прозвучали как будто прямо из Кремля и из Москвы. Я думаю, что Китай будет все-таки пытаться, как член Совета Безопасности ООН дальше, играть роль по поиску того компромисса, который мог бы способствовать в их понимании выходу из ситуации. На мой взгляд, шансы этому очень минимальные. Сегодня, по крайней мере, они никоим образом не просчитываются. А вы думаете, например, что представление Китая, Синий Пин, о том, как эта война, война России против Украины должна разрешиться, например, это представление отличается от того, как, например, это видит Эрдоган, турецкий лидер? Ну, я не хотел бы здесь входиться в детали. Тут необходимо сесть и, наверное, все очень глубоко проанализировать, в чем нюансы и в чем схожести этих двух концепций. Я думаю, с одной стороны, Китай заинтересован в ослаблении России, с другой стороны, Китай не заинтересован в исчезновении России или в развале России. Это приведет к дестабилизации в регионе, это приведет также к усилению влияния Соединенных Штатов Америки. И поэтому Китай заинтересован в одной стороне в ресурсах, дешевых ресурсах со стороны России. Здесь он получает уже определенные профиты, дивиденды. С другой стороны, он не хотел бы доводить ситуацию до полного развала Российской Федерации, так как это минус один голос, минус один партнер в его многолетней борьбе против доминации, как они воспринимают Соединенных Штатов Америки в мире. Если опять же возвращаться к участию Лукашенко во всем этом выстраивании, как вы выразились, оси зла, как вы думаете, насколько Лукашенко летает в Пекин и Тегеран для решения каких-то своих собственных нужд, или он летает туда, чтобы что-то просить для Путина? Ну, Лукашенко находится в очень сложной ситуации. Давайте посмотрим, у него очень серьезные проблемы связаны с тем, что Россия требует большей вовлеченности в войну, с одной стороны, с другой стороны, его поездка в Китай не дала того ожидаемого результата. Он скорее получил условные, мягкие, дипломатические нагоняя из-за проблемы, которые возникли на транзитном пути поставки китайских товаров в Европейский Союз в связи с решением Польши о закрытии ряда пограничных переходов и угрозой закрытия всех транспортных потоков, в том числе железнодорожных. Мы знаем, что аналогичное их действие предпринимает Литва, закрыв один из железнодорожных переходов и ограничив возможности поставки железной дорогой хотя бы тех калийных удобрений из Беларуси. Мы видим, что внутри все-таки действует партизанское движение, это атака и повреждение российского самолета. Украина, понятно, что не простит Лукашенко его агрессию против Украины, потому что это не соучастие, а факт агрессии предоставления территории его ждет международный трибунал. То есть напряжение внешнее и внутреннее в отношении Лукашенко. Он сейчас пытается опять же выйти из сложного экономического положения. Падение ВВП минус 5% практически прошлый год, январь опять минус 5% уменьшился экспорт на 10% буквально вчера опубликована статистика золотовалютной резервы за февраль упали на 373 миллиона долларов США. То есть Лукашенко испытывает серьезные трудности. Россия пока денег не дает, он пытается по миру бегать и там, где возможно, а возможности ограничены, искать дополнительные источники финансирования. Иран это как в том числе целевая страна для возможных совместных проектов в военной сфере и продажи оружия в интересах Российской Федерации. А то, что там обсуждались именно военные вопросы, у меня сомнений никаких нет. Давайте просто посмотрим состав делегации. там был некто, господин Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси. Но не чайку же он ездил попить или национальную кухню Ирана попробовать. Соответственно, там точно обсуждались вопросы военно-промышленного сотрудничества. То есть, условно они могли договариваться о поставках Беларуси оружия, которое, вы думаете, пойдет в Россию? Речь шла, я думаю, о совместном производстве. Дело в том, что еще до своей смерти в конце октября 26-27 числа Макей посещал Иран. В последующем 22-24 ноября в Иране был премьер Лукашенко Головченко. И по нашим сведениям тогда же находилась делегация Госкомвоенпрома, а также ракетных войск в Беларуси. Одной из тем, которая обсуждалась, это возможность сотрудничества в производстве баллистических ракет. Мы знаем также, что Лукашенко развивает программу производства дронов. Это Барановический авиаремонтный завод, где уже производство налажено. Также есть информация, что аналогичное производство создается на Гомельском радиозаводе. И там якобы уже осуществляется сборка или производство ряда узлов для дронов, которые поставляются в Российскую Федерацию. Лукашенко он прагматик, он будет зарабатывать на смерти, он будет зарабатывать на войне, он будет производить больше оружия. Давайте посмотрим, что по статистике Стокгольмского института мира, которое вчера было опубликовано, за последние пять лет Беларусь увеличила импорт оружия на 55%, а уменьшила экспорт на 37%. Беларусь сама является выгодополучателем, приобретает больше оружия. Соответственно, оружие производит больше и продает в интерес Российской Федерации. Павел, спасибо огромное. Иран, Китай, Беларусь, Россию мы обсудили с Павлом Латушко, главой народного антикризисного управления, бывшим белорусским дипломатом. Спасибо огромное. Спасибо. Российский крупнейший онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» не стал рассказывать о получении фильмом «Навальный Оскар» в номинации «Лучшее документальное кино». Накануне «Кинопоиск» опубликовал вот такой ролик на две минуты с перечислением обладателей статуэток во всех номинациях, но в этом ролике почему-то не оказалось упоминания того, что картина об отравлении российского оппозиционера канадского режиссера Дэниэла Ройера тоже получила «Оскар». Владельцем «Кинопоиска» я напомню является корпорация «Яндекс». Впрочем, российские федеральные СМИ вчера вообще игнорировали церемонию вручения «Оскара». Первый канал, каналы «Россия-1», НТВ в своих эфирах не сказали об «Оскаре» ни слова. Интернет-СМИ и печатная пресса в России почти все об «Оскаре» написали. Комсомольская правда и российская газета проигнорировали не премию, а сделали так же, как «Кинопоиск» не стали рассказывать о том, какой фильм получил «Оскар» в жанре документального кино. РИА Новости и ТАСС упомянули только название картины, не указывая, что она посвящена отравлению российского оппозиционера, ну а газета «Коммерсант» и агентство РБК о вручении «Оскара» фильму «Навальный» опубликовали отдельные новости на своих сайтах. Но, так или иначе, комментировать присвоение «Оскара» фильму, в котором рассказывается о том, как российские спецслужбы отравили Алексея Навального новичком, пришлось пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Вот что он сказал. Хотя не смотрел, смею предположить, что здесь есть определенный, конечно, такой элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации своей работы. Такое бывает. Но говорить о каких-то кинематографических достоинствах этой ленты я не могу, ибо с ней не знаком. «Оскар» за фильм о Навальном чуть-чуть повышает безопасность Алексея в колонии, сказал в интервью «Настоящему времени» коллега и соратник Алексея Навального по фонду борьбы с коррупцией Иван Жданов. Мне кажется, что это чуть-чуть повышает безопасность Алексея, как любая абсолютная публичность. Но это единственный инструмент, который еще хоть как-то защищает людей, политзаключенных в России. И, конечно, то, что дали «Оскар» с одной стороны фильму, а с другой стороны по сути еще и человеку. И то, что дали «Оскар» Навальному, привлекает к нему постоянное внимание. Это же задача тюрьмы изолировать полностью человека, сделать так, чтобы о нем не говорили. Задача Путина. И, конечно, «Оскар» поможет справляться с этой изоляцией немножечко, не то чтобы очень сильно, но это унесет свой клак и, надеюсь, что даст ему чуть-чуть больше защиты, хотя он находится и продолжает находиться в очень опасном положении в руках тех людей, которые уже пытались его убить. Очевидно, что нас ждет сейчас достаточно скоро новый процесс над Алексеем Навальным, где ему будет грозить еще больший срок. И очевидно, что этот процесс тоже могут закрыть, как сейчас закрыли, по Лилии Чанышеву, по Останину, по этому же делу, сейчас судят наших других координаторов от Лилии из Уфы. И поэтому, да, конечно, они попытаются совсем его изолировать, но в данном случае то, что фильм «Оскар», фильм Навальный получил «Оскар», это будет жить, это напоминание об Алексею Навальном будет жить. В Украине премию «Оскар» раскритиковали. Второй год подряд на церемонии не разрешили выступить президенту страны Владимиру Зеленскому, хотя Офис Президента Украины очень об этом просил. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал это лицемерием, а вот как отреагировали в Офисе Президента Украины. Если «Оскар» вне политики, как тогда понимать документальный манифест Навальный, в котором внутрироссийская политика льется через край? Если «Оскар» вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить про гуманизм и справедливость? В одной номинации с фильмом «Навальный» была представлена документальная картина «Дома щепок», которая рассказывает о детском приюте в Лисичанске рядом с линией фронта. Сейчас Лисичанск уже захвачен российской армией. Но фильм сняли еще до полномасштабного вторжения России и, комментируя решение киноакадемии, продюсер Розат Сафаров сказал, цитата, «российская пропаганда очень хорошо действует и умеет раскручивать псевдогероев там, где героев нет». И добавил, что мы должны были выиграть не потому, что мы из Украины, а потому, что фильм глубокий, ценный и талантливый снят. Вообще, вчера украинские соцсети буквально бурлили по поводу вручения премии «Оскар» фильму про Навального. И мы собрали для вас некоторые из комментариев. Навальный бутерброд, который упаковали в ланчбокс и возят по миру как пример того, что в России еще осталась оппозиция. Обсуждают его рецептуру, черствый хлеб, испорченный сыр и специфический запах российской пропаганды, которая теперь пахнет «Оскаровская статуэтка». Многие на Западе восхваляют лидера российской оппозиции Навального и документальный фильм о нем. Но есть еще кое-что, о чем следует помнить. Антипутинизм не отменяет империалистических и шовинистических взглядов Навального. «Оскар» по Навальному означает следующее. Никакого четкого запроса, ожидания, требования по переосмыслению и раскаянии россиян за войну и за Путина на Западе нет. Или они слишком слабы. Это позиция сепарации от преступлений, избегания ответственности вместо формирования вопросов о вине. Если Путин это приговор российскому обществу, то Навальный западному. У меня все. «Оскар» вчера в Фейсбуке и Твиттере обсуждали весь день и сейчас продолжают. И поэтому поговорить о реакциях на «Оскар» мы сегодня пригласили российского кинокритика Антона Долина и украинского экономиста Сергея Фурцу. Антон, Сергей, я благодарен вам за готовность к этому разговору. Доброе утро. Антон, у меня первый вопрос будет к вам. Как человек, изучающий кино и «Оскар» тоже много лет. Скажите, насколько вручение статуэтки за лучшее документальное кино фильму про Навального соответствует, ну, не знаю, что ли, традициям «Оскара», правилам «Оскара», его тенденциям? Полностью соответствует. Не так часто бывает, когда герои фильма или их близкие, родные оказываются на сцене вместе с режиссером. Но и такие случаи бывали. Это не первый раз. В остальном это увлекательная картина. Сделан HBO, это один из крупнейших стримингов и кабельных каналов, существующих в мире и в Америке. Это известный канадский режиссер, лауреат разных премий, участник фестивалей. Это очень увлекательный сюжет, который сегодня по очевидным для нас всех причинам интересен всему миру, а не только какой-то части этого мира. Ну, вот это все вместе сложилось в эту победу. А если говорить про картину, собственно, про войну в Украине, про Лисичанск, который называется «Дом из щепок», можно ли сказать, что она, в общем, тоже заслужила победы? Ну, конечно, можно. Только она называет по-русски «Дом из осколков». Под этим названием она только что открывала «Ардокфест» в Риге. Прекрасная картина, датский режиссер. Вы еще поймите такую странную вещь, она, может быть, для всех странная. Как будто бы, вот речь идет как будто бы о сравнении русского оппозиционера с детьми из Лисичанска и российского фильма с украинским. Ну, и то, и другое неверно. Это сравнение канадского фильма и датского на самом-то деле. Вот. Ну, и американская академия выбрала канадский, но достойны ли они сравнению? Конечно, достойны, они в одной номинации. Там пять фильмов, все это достойные фильмы. Там не только эти два фильма. Например, там есть картина «Вся красота и кровопролитие». Лора Пойтрас. Лора Пойтрас лауреатка Оскара за фильм о Сноудене, а ее фильм «Вся красота и кровопролитие» получил с «Золотого львана фестиваля в Венеции». Можно тоже сказать, почему не ему, а Навальному? Ну, ответ-то простой. Так распределились голоса голосовавших. Больше совершенно не почему. А так, все эти пять картин, из которых две я, впрочем, не смотрел, очевидно, заслуживали статуэтки, иначе бы они там не оказались. Сергей, ну и вот продолжает разговор, как мне показалось, Сергей, я сейчас задаю вопрос вам, что в украинском обществе, вот, как будто бы есть ощущение, что вручение Оскара фильму про Навального восприняли скорее как вручение Оскара самому Навальному? Ну, восприняли, во-первых, потому что большая часть не смотрела, но осуждают, в том числе церемонию Оскара. И видят только какие-то яркие фотографии, не понимая, в принципе, суть которого происходит. Плюс в украинском обществе Украина очень негативно относится к Навальному как к персонажу. Ну, во-первых, есть негативное отношение ко всем русским, и хотелось бы, чтобы такое отношение было во всем мире. Это первый посыл, который сейчас доминирует в украинском обществе. И второй посыл это негатив по отношению к самому Навальному, как к человеку, который в Украине воспринимается как имперец и шовинист, человеку, который поддерживал аннексию Крыма. И все это в сочетании выдало такую негативную реакцию, плюс эмоциональное желание, чтобы весь мир смотрел через призму Украины на данный вопрос, вообще, в принципе, на все вопросы по-хорошему. Это все дает такую эмоциональную. Вот реакция на Навального это не рациональная на фильм Навальный. Это не рациональная реакция, это реакция очень эмоциональная. Сергей, ну вот я просто объясню, вы написали тоже такой достаточно большой пост в Фейсбуке, мне кажется, он объективным, а произошедшим, вот все-таки можно ли сформулировать, почему украинское общество не восприняло этот фильм про Навального как фильм о еще одном преступлении российского государства. Оппозиционера травят запрещенным ядом, ну, в общем, чем не преступление? Смотрите, это на самом деле просто непонимание той призмы, которая сейчас смотрит Украина на мир и на Россию тоже. Очень смешно в Украине выглядит, когда там, например, какие-то новые российские оппозиционеры делают новые российские фильмы о коррупции Путина. Ну, вы серьезно, человек устраивает геноцид, убивает сотни тысяч людей, а люди рассуждают о коррупции. То же самое для украинцев, то преступление, которое Путин совершает против Навального, это вообще не преступление. Это мелочи, это то, что Путин каждый день делает каждую минуту в Киев, в Украине, на юге, на востоке, кидая ракеты от Львова до Киева. Поэтому все эти преступления не воспринимаются уже как преступления, потому что есть гораздо больше. Знаете, если я украду бутерброд, а потом убью человека, то никто не будет меня обвинять в том, что я украл бутерброд. Ну, потому что как бы я убил человека. То же самое касается восприятия действий Путина относительно Навального. Ну, и плюс негативный образ самого Навального, потому что его не любят в Украине, соответственно, если его не любят, любое действие Путина относительно него, ну, пусть все делают. Сергей, ну, если я правильно понимаю, вы очень хорошо все это объясняете, вы не были удивлены такой реакцией? Ну, потому что, опять же, базовый посыл сейчас от Украины идет другой. Для Украины хотелось бы, чтобы Запад не видел хороших русских. Хорошие русские для Украины сейчас не союзники на данном этапе, а люди, которые могут скорее, например, уменьшить давление санкций. И люди, которые показывают не путинскую Россию, могут смягчить отношение к России, того, чего Украине сейчас бы крайне не хотелось. Соответственно, приз Навального, с фамилией Навальный выдают ситуацию как поощрение вот этой хорошей России и непонимание того, что доминирует в украинском обществе отношение к России как к стране империи, которая является империей зла, как когда-то говорил Рейдингер, где нет хорошего, хорошего, есть только плохое. Антон, и теперь я тот же вопрос наверное задам вам. Были ли вы удивлены такой реакцией в Украине прежде всего на решение Оскаровского комитета? Совершенно не удивлен. Понимаю все, о чем говорит Сергей и с этой реакцией тоже сталкиваюсь. Я же типичный хороший русский и тоже получаю много разных реакций на что бы я ни сказал, ни написал. Сегодня в глазах украинцев очень многих, наверное не всех. Хороший русский это больше раздражитель чем плохой русский. Плохого можно хотя бы за это убить, расстрелять, заочно переговорить. А что делать с хорошим непонятно, если он хороший действительно. Надо доказать срочно, что он нехороший. Ну это понятно, все объяснимо. Грустно, но объяснимо. В остальном, простите, что я немножко банализирую нашу серьезную беседу о войне и о ее последствии. и о ее эффекте. Но я лет 25 наблюдаю за Оскаром. Я не помню ни одного года, чтобы кто-либо был доволен результатами. Опять не тем вручили. Это предсказуемая реакция особенностей в соцсетях, которая возникает абсолютно всегда на утро после очередного Оскара. Ну, наблюдали мы ее и в очередной раз. Теперь это еще и связано с Навальным. Окей. Антон, а вообще можно я спрошу вас о том, насколько действительно Оскар в неполитическом контексте. Ну, то есть все-таки время очень непростое. Особенно тяжело украинцам. Все это прекрасно понимают. Но и, наверное, все-таки есть антивоенные россияне, которым все это тоже нелегко переживать. В это время Оскар в еще одной сфере практически вот так идейно как будто бы устраивает столкновение между этими людьми, просто вынося в шот-лист фильм про российского оппозиционера и про украинские жертвы войны. Или вот то, как я ставлю вопрос, его ставить нельзя? Ставить вопрос можно как угодно. Во-первых. Во-вторых, я увидел у подалека в его комментарии слова о том, что Оскар якобы вне политики, но это лицемерие. А мне интересно, отказывая Зеленского в выступлении, кто-то действительно из американцев сказал, что Оскар вне политики. По-моему, это невозможно. Оскар всегда был в самом центре политики все 95 лет. Никогда не бывало иначе. Конечно, Оскар абсолютно политизирован. Конечно же, даже награждение фильма все везде и сразу это политическое награждение. Не только политическое. Награждают за кино. Частью этого кино является содержание. Не только форма, не только как хорошо это снято и сыгранно. А содержание всегда касается и политики. Что касается сталкивания двух фильмов, но тут два момента. Их важно понимать. Мне кажется, многие в Украине их не понимают и не хотят даже задумываться. Давайте я скажу. С американской точки зрения, это первый момент, фильм канадский, напоминаю, о российском оппозиционере и враге Путина, и фильм датский, напоминаю, о детдоме и несчастных детях в Лисичанске, это фильмы, которые не сталкиваются. Это фильмы, которые служат одному делу в борьбе с диктатурой Путина. И американцы, 99% американцев, которые вообще задумываются об этой войне, 100% смотрят на это так. Украинский подход и эта призма, что если есть слово Россия, если россиянин, любой россиянин, это герой фильма, то это враг Украины, ну вы американцам это не докажете, не объясните, они не будут так на это смотреть никогда. Простите за неприятную правду, но это так. Я весь этот год езжу по фестивалям, общаюсь с коллегами из-за границы, они воспринимают идею того, что вся Россия зло, каждый россиянин это зло, награда любому россиянину это награда Путину, ну только как реакцию на травму. Они не воспринимают это как рациональный аргумент, к которому можно было бы прислушаться или тем более присоединиться. Второй момент, простите, но придется это сказать. «Оскар» это не госдеп, который назначает фильмы в номинации. Фильмы в номинации, в данном случае фильм об Украине и фильм о российской оппозиции, это результат голосования, это демократические процедуры. Десять тысяч академиков голосовали и выбрали эти фильмы, так они там и оказались. А то, что оба эти фильмы там оказались, как, кстати говоря, и многие другие фильмы, доказывают, что «Оскар» не вне политики, а «Оскар» в политике. И политика для «Оскара» крайне важна. И награждение «Оскара» тут Песков прав, придется согласиться. Конечно, было политическим награждение Навального, но это не значит, что фильм от этого становится чем-либо хуже. Фильм хорош тем, что он является интересным фильмом с политической идеей. И эта политическая идея, очевидно, антипутинская. Антон, я знаю, что, кажется, Сергей хочет реплику. Да, нет, не хочу. Ну, я так или иначе вас спрошу, как вы ответите на тот же вопрос, который я задал Антону. Мог ли «Оскар» избежать вот этого конфликта, не внося в шорт-лист два фильма, фильм про российского оппозиционера и про украинских жертв войны? Ну, опять же, когда вы хотите избежать конфликта, вы должны понимать, что вы создаете конфликт. Я тут абсолютно согласен, что если бы они думали, что это создает какой-то политический конфликт, может быть, они бы думали, избежать или не избежать. Но тогда бы нужно было не номинировать «Дом из осколков». А уже номинация на «Оскар» это огромный приз на самом деле. Поэтому два фильма из пяти, которые касаются так или иначе одной темы. То, что Россия страшная диктатура, убивающая и как своих граждан, так и граждан Украины, это уже на самом деле играет с рациональной точки зрения в сторону Украины. И просто тут вопрос, что это рационально воспринимается, понятно, а эмоционально нет. Но это лишь эмоции, а особенно на войне мы должны быть рациональны. Сергей, а можно ли себе представить, что в России посмотрят фильм про Дома Валисичанске? Мы, наверное, не можем, учитывая цензуру, учитывая, что едва ли этот фильм где-то появится, как и фильм о Навальном в общем в России. Можно ли представить, что фильм о Навальном в Украине посмотрят часть общества? Не, ну часть общества всегда можно себе представить, да, но я думаю, что в этом случае это будет очень-очень-очень маргинальная часть. Для большинства будет принципиальная позиция не смотреть этот фильм. Принципиально. Антон, а как вы думаете, последний вопрос, у нас минута остается, как вы думаете, собственно, фильм про Дома Валисичанске, может ли вообще про него узнать российский зритель как-нибудь? Да знает о него российский зритель, только не смотрел, но как только это будет в Торнтах посмотрят. Конечно, Сергей прав, смотрит всегда небольшая часть людей. Многие даже интеллектуальные просто хотят быть подальше от всех этих травматических вещей и раз уж не показывают, то и бог с ним. Но кто-то посмотрит. Авторитетнейший фестиваль Ардокфест, который сейчас запрещен в России, проходил в России много-много лет. Вы знаете, я на него ходил, самый большой зал в Москве, полторы тысячи мест, Кантеатр Октябрь. Там на фильме «Открытие» невозможно было купить билет. Залы были набиты под завязку. Так вот, в этом году, конечно, Ардокфест проходил только в Риге и не проходил в Москве. Но его фильмом «Открытие» был «Дом из осколков». Если показ был бы в Москве, эти же полторы тысячи человек сидели бы там и каждое слово, и каждый образ с экрана бы впитывали. Мысль о том, что если ты россиянин, то тебе неинтересны украинские дети. Ну, простите, что я это скажу, это ложная мысль. Огромное количество людей, сражающихся с диктатурой, некоторые делают это из эгоистических соображений, а очень многие готовы пожертвовать очень многим ради помощи Украине и помощи украинским детям и беженцам. Пусть это и разрушает картину тотально злой России. Ясно. Антон, Сергей, я очень вам благодарен за готовность к такому разговору российский кинокритик Антон Долин и украинский экономист Сергей Фурс. Мы говорили о таком непростом для всех «Оскаре» этого года. Это программа «Утро» на канале «Настоящее время». Включайте нас завтра в 9 по Киеву и Риге и в 10 по Москве. Меня зовут Алексей Александров. Хорошего вам дня. Приходится притворяться кем-то другим и лгать, чтобы избежать нападения, насмешек, преследования. Скрывать свою сексуальность, просто чтобы тебя приняли. Ощущать, что тебя воспринимают как преступника или ненормального из-за того, что ты гей, лесбиянка или транссексуал. Кто скажет, что такая жизнь – это не преисподняя? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова